Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Итоги недели с Евгением Йениным. Добрый вечер, меня зовут Евгений Йенин и это программа «Итоги недели» на радио Комсомольская правда. Да, давайте поговорим о том, что на этой неделе было и о том, что из этого выйдет. Начались выборы президента России, все расскажем про голосование. Мэрия против киосочников, конфликт продолжается. Киосочникам мы слово давали, сегодня аргументы мэрии. В Пероуральске 11-летняя девочка пригласила 14-летних мальчиков, то ли троих, то ли пятерых в гости. И был то ли групповой секс, то ли групповое изнасилование. Что это было такое и как это вообще возможно? И масленица в эти выходные, куда сходить в Екатеринбурге? И мой первый гость Елена Клеменко, председатель избирательной комиссии Свердловской области. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздравляю вас с пиком вашей профессиональной жизни, потому что выборы президента для председателя избирательной комиссии, ну это, наверное, все-таки вот такой вот гора Кириманджаро, на которой он стоит и смотрит вокруг. Значимое событие, я бы так добавила. Ну вы принижаете, вот мой пафос сразу же срезали. Хорошо, давайте к делу. Во-первых, как прошло то, что было до того, например, предварительное голосование? В труднодоступных местах, я имею в виду. Я бы тоже хотела отметить о том, что у нас все-таки правильно называется досрочное голосование в труднодоступных местностях. В недоступке. В недоступке. Слава богу, Свердловская область у нас имеет транспортное сообщение, мы добрались до каждого избирателя, до которого хотели доехать. Труднодоступное голосование досрочное, оно завершилось у нас 11 числа. Люди проголосовали, те, кто находился в этих муниципальных, в этих населенных пунктах. У нас в Свердловской области нет избирательных участков 100%, которые голосуют только труднодоступно. Поэтому, конечно, результаты мы с вами все увидим уже непосредственно после 17 числа, когда завершится голосование. Поэтому сейчас говорить о том, как голосовала, труднодоступка очень сложная. Нет, мы говорим, что она проголосовала, что вы доехали, а не проголосовали. Конечно же, потом будет это все скрываться и считаться. Конечно, в наших социальных сетях есть красивые фотографии, видео, которые иллюстрируют нашу возможность голосовать. Да, я видел Анну Абсалямову, мою бывшую коллегу, которая работает сейчас у вас, с которой вы сюда пришли. Как она красиво на белом снегу, на фоне белого снега, где-то очень в отдаленном месте, очевидно, была, и она поездила сама. Давайте о том, как были новшества, можно было менять место голосования. Мобильный избиратель. Как много людей этим воспользовались, если вы видите эти результаты? Механизм мобильный избиратель применяется на территории Свердловской области с 2017 года, поэтому это на самом деле не столь новый механизм. Он пришел на смену механизму открепительных удостоверений, которые, в общем-то, использовались и в современной России. Этим механизмом на территории Свердловской области воспользовались порядка 100 тысяч человек. И в основном это, конечно, внутренняя миграция. Мы можем говорить о том, что у нас 26 тысяч членов участковых избирательных комиссий, которые так или иначе имели возможность перекрепиться. И вот в основном это, конечно, внутренняя миграция. Из областей переписывались в Екатеринбург, из мест... Ну, понятно, прописано в Тагиле, учатся в Екатеринбурге. Абсолютно верно. И поэтому, конечно, у нас очень большая внутренняя миграция, потому что у нас большая с вами область. И этот механизм, он очень востребован нашими избирателями. Как много людей записались на ДЭК, дистанционно-электронное голосование? Дистанционно-электронное голосование порядка 9% наших избирателей по всей Свердловской области заинтересовались этим механизмом. Но все данные, конечно, мы можем с вами в онлайн-режиме практически каждый избиратель на сайте выборы ГОВ смотреть эту статистику о том, как голосует каждый участок. В общем-то, это в онлайн-режиме можно наблюдать. По количеству. Они никто за кого, конечно же. Нет, мы сейчас с вами вплоть до 17-го числа можем рассуждать только о явке, о том количестве избирателей, которые участвуют в этом голосовании. Результаты мы с вами будем обсуждать не ранее, чем 18 марта. Явку вы прогнозируете какую-то или не балуетесь прогнозами? Лично я могу говорить о том, что мы ждем каждого избирателя Свердловской области. Бюллетени мы печатали на 100% избирателей. На 100? Конечно. Центральная избирательная комиссия, она приняла своим решением изготовление 100% избирательных бюллетеней. А до этого всегда была такая игра, вот на сколько процентов печатать бюллетени, потому что... Законом предусмотрено. С предизбиркома, да, он угадывал явку, закладывал чуть побольше. Нет, законом предусмотрено. Мы не имеем права и возможности печатать меньше 70%. Но на выборах президента всегда очень большая явка, поэтому, конечно, вот Центральная избирательная комиссия приняла такое решение для того, чтобы мы уже раздавали на все участки исключительно этот объем. Сейчас на ДЭК уже можно записываться или можно? Конечно. Прием заявлений на дистанционно-электронное голосование осуществлялся до 11 марта, для того, чтобы мы как раз всех избирателей, кто не мог воспользоваться этой возможностью, исключили из списков бумажных. И вот сейчас, в первый день голосования, уже вот как записался, куда записался или не записался, вот остались возможности такие только? Если вы записались на механизм мобильный избиратель и по какой-то причине, ну не уехали куда-то, планы изменились, то, конечно, вы можете вернуться на свой избирательный участок. А можно, да? Да, именно по мобильному избирателю. Если вы решили выбрать дистанционное электронное голосование, к большому сожалению, вы уже, конечно, вернуться на свой избирательный участок не сможете. И вам необходимо проголосовать только с использованием электронных ресурсов. Но это у всех есть, поэтому проблемы-то не должно быть. Я тоже думаю. Ну, в каждом муниципалитете определён пункт дистанционного электронного голосования. Если по какой-то причине у вас есть сложности, вы не понимаете, куда зайти, как необходимо именно подтвердить свою личность, вы можете прийти в пункт дистанционного голосования, и есть волонтёры, которые вам помогут и расскажут. Вот это я не знал. Интересно. Наверняка на вашем сайте об этом есть информация. Да, пункты опубликованы на нашем сайте, на территории Свердловской области, их порядка 150. Хотя странно. Человек смог записаться, ну, то есть зарегистрироваться на ДЭГе, а потом не может почему-то проголосовать. Само голосование осуществляется на платформе выборы ГОВ. И люди привычно заходят на госуслуги, и после этого их переотправляют на новый сайт. И некоторые просто пугаются этого. И не всегда могут сразу сориентироваться. То есть кнопочка просто была недавно, вчера буквально по своим делам на госуслугах, там была кнопочка выборы, вот это вот туда нажимаешь, туда попадаешь. Да, но вы попадаете туда, и сайт госуслуги вас переадресовывают на сайт выборы ГОВ, где осуществляется непосредственно голосование. Сайт госуслуг, он у нас по факту выполняет роль члена комиссии, которая устанавливает вашу личность, проверяет, что именно вы постучались к нам и попросили у нас бюллетень. Мы личность вашу установили и определили вас. Идите, пожалуйста, на вот следующую платформу и голосуйте непосредственно там. Какие у вас члены комиссии? Видеонаблюдение и наблюдатели, это все есть? Абсолютно. Мы готовы к этому. Порядка полутора тысяч избирательных участков оборудовано видеонаблюдением. Трансляция у нас ведется на специальный портал. Каждый желающий житель Свердловской области может прийти в центр общественного наблюдения и посмотреть любой избирательный участок, на котором ведется трансляция. Ну и также законом предусмотрена у нас видеофиксация на каждом избирательном участке в связи с тем, что мы ушли с вами в трехдневное голосование. Естественно, за сохранностью всей документации, оборудования следят у нас еще и видеорегистраторы дополнительно к видеокамерам. Ну, кстати, про трехдневное голосование наверняка, ну, кто-нибудь найдется, кто не знает, что на самом-то деле голосование идет уже с сегодняшнего дня. И сегодня, и еще, поскольку до восьми еще можно сходить проголосовать, а также это будет, возможно, в субботу и воскресенье с восьми до восьми. Да, абсолютно верно. А дистанционное электронное голосование у нас работает в круглосуточном режиме. Мне это очень нравится. Вот проснулся в три часа ночи, боже мой, я же сейчас не проголосовал, поэтому проголосую. Ну, в прошлом году на едином неголосовании такие избиратели были. Наблюдатели иностранные у нас есть в нашей области? Да, наблюдатели иностранные у нас есть, они присутствуют, у них есть своя программа посещения с нами, они всего лишь нас уведомляют, на каких они избирательных участках планируют побывать, поэтому я думаю, что будут. Какие страны известны? Да, есть и Белоруссия, и страны СНГ наши, которые были. Ну, и также у нас есть Исландия, Испания, Республика Конго, из Мексики есть, и даже из Уганды. Экзотично. Самое последнее, традиционный вопрос к членам и председателю избирательной комиссии, поскольку с политологами-то мы это все обсуждаем, и с политологами мы шутим на тему результатов выборов, которые будут дико непредсказуемы, конечно же. А зачем ходить голосовать, если кто-то скажет, что все и так понятно? Вы знаете, ну, выборы президента – это вообще, в принципе, важное событие. Нынешние выборы президента в 2024 году – это, конечно, очень важное событие, которое войдет в историю, войдет в историю мира. Поэтому, на мой взгляд, каждый житель Свердловской области, ну уж точно, мы являемся активным регионом, опорой Урала. Поэтому, конечно, очень бы хотелось, чтобы каждый осознавал, что его голос важен. Ну и это конституционное право, которым, на мой взгляд, как председателю избирательной комиссии Свердловской области, пользоваться гражданину важно и нужно. Мы строим будущее своих детей. Елена Викторовна, спасибо огромное. Елена Клименко, председатель избирательной комиссии Свердловской области, была в итогах недели на радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Итоги недели. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». У меня в гостях Максим Чеплыгин, директор Департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга. Прошел на этой неделе Совет неравнодушных граждан. Говорили о киосках. Предприниматели, киосочники, будем так их называть, вроде не обижаются, они на это снова возмутились. Что мэрии не нравится в ситуации с киосками? Добрый день. Мэрии не нравится. И мы хотим сделать город красивым, чистым, опрятным. Город претендует на звание третьей столицы России. И мы должны соответствовать современным требованиям и форматам торговли. Мы хотим, чтобы наши объекты нестационарной торговли соответствовали внешнему виду, который мы приняли 4 года назад. И считаем, что такого количества объектов, которые у нас сейчас находятся, а это порядка двух с половиной тысяч. И плюс тысячи еще нелегальных. Ну, тысячи нелегальных на самом деле вопрос спорный, потому что за прошлый год мы 474 ликвидировали нелегальных на сегодня. Процесс вот этой работы, он отлажен. Мы довольно-таки быстро ликвидируем все нелегальные объекты. Есть в Минпромторг разработанный норматив обеспеченности площадью НТО для города Екатеринбурга. Это 952 объекта. Ну, соответственно, более чем на 200% у нас превышает этот норматив. То есть вы будете пытаться сократить количество киосков в городе? Мы выступаем за то, что не надо делать около торгового центра. Я вот сейчас вот современник приведу, торговый центр на Блюхера. Полупустой второй этаж и порядка 30 объектов нестационарных торговых стоят. По факту, нестационарный торговый центр. Получается, что вы играете на стороне торговых центров. В чем вас обвиняют представители сообщества киосочников, так будем говорить, нестационарных торговых объектов? Это совершенно не так. Представители бизнеса передергивают ситуацию. Ну, во-первых, надо понимать, что город Екатеринбург своей стратегией принял еще в 2000 году развитие именно стационарных метров. И вся история развития всех городов идет к цивилизованным формам торговли. Мы избавляемся от наследия прошлого. Это ненормально, когда у нас ларьками заставлены все пути следования пешеходов. И даже техника не может нормально убраться. И я, конечно, понимаю, что ссылку предпринимателей, что рынок якобы сам себя отрегулирует. Ну, спрос будет всегда на ларьки, в том числе на улице Вайнера. Поэтому это не аргумент. Итак, мэрия планирует сократить количество киосков, получается, в полтора раза. С 2500 до 1000 примерно. Ну, условно до 1000. Каким образом это все рассчитывалось? Ну, еще раз повторюсь, это методики Минпромторга, которые установлены. Это нормативные акты. Министерство агропромышленного комплекса Сырловской области ведет подсчет по этим методикам. Для города Екатеринбурга это 952 объекта. Говорю, что нам надо достигнуть и соблюдать этот норматив. Потому что мы третий в стране по стационарным торговым площадям после Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, опять же, вот в ваших словах звучит то, что вы играете на стороне стационарных торговых площадей. То есть мы сокращаем, потому что стационарные торговые площади. Совершенно верно. Еще раз, у нас стратегия развития города принята на развитие стационарной торговли. Никто не мешает тому же предпринимателю пойти в стационарные, в первые этажи. Мы проанализировали рынок аренды. Он на самом деле одинаковый. И подтверждение тому... Ну, то есть корнер какой-то поставить. Почему? Можно снять одинаково. Вот мы брали пример напротив Шарташского рынка. Аренда киоска стоит 2770 рублей за один квадратный метр. Тут же первый этаж здания 2100 рублей за метр. То есть даже цена ниже. Но только там все условия, что особенно важно для общепита. И мы сейчас видим, что город Екатеринбург наконец-то начал преобразовываться. Общепиты стали появляться вместо киосков на первых этажах зданий. Как вы собираетесь снижать количество киосков? Ну, мы планируем, что в 2025 год мы проведем аукционы. И на этих аукционах мы проведем оценку. Мы уже проводим оценку мест размещения. И надо признать, что практически все они не соответствуют действующему законодательству. Расположены в треугольниках видимости, на сетях, на газонах. Мы проводим эту оценку для того, чтобы не нарушать законодательство. Разработаем схему, где все будет соответствовать законодательству. Представители нестационарных торговых объектов жалуются на новые правила, которые запрещают вести бизнес третьим лицам в этих киосках. И говорят, что даже терминал Сбербанка не поставят. Ну, это с их слов. Ну, я тут поясню. Мы провели, и на Совете неравнодушных я об этом говорил, мы проанализировали доводы предпринимателей. Мы на самом деле слышим предпринимателей и слушаем, что именно они говорят. Так вот, 165 у нас предпринимателей сдают нулевую налоговую отчетность. Они не показывают лиц, которые у них там трудоустроены. То есть, отчетность налоговую за них не сдают. Контрольно-кассовую технику они не показывают. О какой-то добросовестности-то можно говорить. Это первая сторона вопроса. Вторая. Мы говорим о том, что мы против субарендного бизнеса. Когда условно внося в казну 5000 рублей, человек там за 50-60 тысяч сдаёт, как бы ничего не делая, показывая нулевую налоговую отчетность, не отчисляя в соцфонды ни рубля, не показывая технику. Ну, то есть, это нелегальная субаренда. Ну, она вроде как легальная, формально. Плюс это подключение к энергосетям, договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов, которые по факту все в ближайшие контейнеры и площадки жителей домов выносятся. Ну, и там на самом деле много ещё проблем с продажей алкоголя, контрафактных сигарет и так далее. А нельзя просто навести порядок с тем, что есть? Ну, то есть, если внешний вид не устраивать, переделать внешний вид. Если что-то там с бизнесом, не то серый или чёрный, ну, пусть соответствующие органы занимаются и наладят порядок. Это сделать можно, но для этого надо провести аукционы. Почему это надо сделать? Потому что те договоры, которые заключены сегодня, они заключены в середине десятых годов. После этого времени буквально все, по всем отраслям произошли изменения законодательства, произошли изменения стандартов ГИБДД в части треугольников видимости МЧС по противопожарным расстояниям, приняты отраслевые регламенты снабжающих ресурсных организаций, установлены правила благоустройства новые, и они не распространяют свои действия на старые договоры. То есть, условно, мы четыре года назад, постановление администрации принято, какими они красивыми должны быть, внешнего вида. Казалось бы, что проще, но он не распространяется на старые договоры. Понятно. Меня что несколько напрягает, это план не ставить киоски и убрать киоски с гостевого маршрута. Почему? Потому что во всем мире есть уличная торговля. Просто мы привыкли за границей, там более жаркие страны, это уличная торговля в виде каких-то столиков, тележечек, чего-то такого. У нас зима, поэтому у нас киоски. Почему на гостевом маршруте не должно быть уличной торговли с едой, с сувенирами, например? Прошу не путать, нестационарно торговые объекты и обслуживание гостевого маршрута. У нас они все ярмарки, центры накрыты ярмарками. У нас торговое обслуживание осуществляется. Мы на сегодня по программе, по нацпроекту получили некоторое количество выставочно-ярмарочных домиков, которые планируем разместить именно в маршрутах следования гостей города. Да нет, просто киоски в центре будут какие-то или все уберут? Да нет практики такой нигде в городах. Мы единственные, которые не привели эту сферу в порядок. Все остальные муниципалитеты с 2011 года это приводили вот недавно. А если, ну не знаю, где-то на плотинке стоит киоск и продает что-то нужное людям, которые мимо ходят, почему нет? Ну, понимаете, наши киоски, это не те киоски, которые были в 90-х годах, когда приехали, подняли, увезли. Они сегодня все стоят на фундаменте. Они все сегодня из хрупких материалов, которые невозможно переместить. Почему они не могут быть на плотинке, например, в Казани, например, новая набережная, прекрасная, там тоже стоят, ну просто там большие павильончики такие стоят, но по сути большие киоски. Вот я про те же самые выставочно-ярмарочные павильоны говорю, которые мы получили в прошлом году. Мы их планируем выставить для обслуживания именно в центре города. То есть, ну, по крайней мере, мы ждем в 25-м году такую киосочную революцию в городе Екатеринбурге, ну и, соответственно, недовольство предпринимателей каким-то образом будет проявляться. Я не скажу, что это будет революция, она на самом деле вот уже трижды им удавалось убедить власти о том, что надо без всяких условий продлить, но мы видим, что они условия, но они не торопятся соблюдать вот те требования по внешнему виду, которые принимались. Здесь у него уже крыша внутрь падает, он все еще работает и не собирается реконструироваться. Аукционы пройдут, это не революция, это будет конкурс, это будет открытый конкурс, любой желающий может принять участие и также выиграть. Спасибо большое, Максим Чеплыгин, директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга, был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». И после новостей продолжим. Итоги недели. С Евгением Ениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». У меня в гостях Людмила Золотницкая, председатель областного родительского комитета. Будем говорить о истории в Первоуральске, где, ну вот насколько известно, 11-летняя девочка познакомилась с тремя 14-летними, то ли пятью 14-летними мальчиками, то есть пятый класс и восьмой класс, пригласила в гости, и там случилось то ли групповое изнасилование, то ли групповой секс. Вот это если коротко. Что еще известно? Ну, всю информацию, конечно же, потому что она касается несовершеннолетних, мы черпаем тоже из средств массовой информации, потому что, ну как правило, бережно относится Следственный комитет к персональным данным. Ну, нам не нужны персональные данные. Да, 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 жертв такого, скажем, преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мы буквально во вторник говорили, у нас была видеоконференция, общеобластное родительское собрание, где, собственно, говорили о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И обычно принято говорить, и мы с родителями говорим, и родители переживают, что когда взрослые, посторонние дяди и тети, ну, расслевают, либо такие преступления против детей совершают. А здесь у нас, извините, фигурантами стали и с той, и с другой стороны, как говорится, несовершеннолетние дети. Поэтому, конечно же, это вызывает шок, это вызывает много вопросов, но у меня эти вопросы возникают именно к родителям этих детей. Потому что, ну, и вот я читала в СМИ, там кто-то предполагает, что вот мальчишки, там причем интересная ситуация, мама одного из мальчиков увидела в телефоне своего... Да, как это все выплоло-то, на самом деле. Да, увидела у своего сына видео, ну, скажем так, непристойного содержания. Она была шокирована и решила наказать, собственно, девочку, которая такое совершала с ее сыном. Я так понимаю, что мальчики постарше девочки, девочки 11 лет, мальчикам 14, да. И вот мама пошла, как бы в следственный комитет обратилась, и спасибо ей, что она не прошла мимо этой ситуации. Ну, спасибо-то ей спасибо, но накажут-то сына, а не девочку. А вот смотрите, вот тут как раз стоит разобраться, с 14 лет наступает ответственность только за изнасилование, это статья 131 Уголовного кодекса, либо насильственные действия сексуального характера. Но при этом, если девушки, девочки меньше 12, то это автоматом идет изнасилование, потому что наш закон считает, что человек не может понимать до конца, что происходит, это считается изнасилованием любой половой контакт с лицом младше 12 лет. Ну, это можно спорить, да, сколько, так сказать, юристов, только мнений. Это уже посоветовалось в своей среде с разными, в том числе и практикующими адвокатами. Значит, не всегда это так. 11 лет, и если девочка имеет сексуальный опыт, она прекрасно понимала, осознавала, то есть это может быть экспертиза психологическая. То есть тут не было точно насильственных действий, и все ее, ну, алгоритм ее действий, он весь говорил о том, что именно она была инициатором, организатором, так сказать, этой прекрасной ученики. А мальчики нашли объявление в сети? Да, и откликнулись. То есть она это объявление сознательно разместила? Конечно, конечно, она разместила, пригласила на так называемую вечеринку. Пришло больше мальчишек. Те, кто, видимо, инстинкт самосохранения развит больше, или, может быть, родители правильно. То есть там пришло пятеро, двое смылись? Ну, или там двое или трое ушли, остались, значит, ну, видимо, самые готовые к поздравлениям, да, в таком формате. Конечно же, это вопросы, ну, вопросы, вопросы. Во-первых, снимали все это, ну, занимались таким, ну, можно сказать, не совсем обычным, да, в необычном формате. Это групповое поздравление было. Вот, поэтому я считаю, что нужно, Следственный комитет, конечно, будет давать оценку действиям всех участников. Но меня волнует очень вопрос, а кто, собственно, растлил 11-летнюю девочку? Был ли это кто-то посторонний, ну, для семьи, либо это сами родители? И вот это-то вот и нужно выяснить, потому что в 11 лет знать больше, чем положено в этом возрасте, вообще, в принципе, такое внимание к сексуальной теме, это не нормально по психовозрастному развитию ребенка. Ну, сексологи говорят, что да, это может быть, потому что, ну, раннее развитие в 11 лет уже может быть, и говорят, что эта девочка и выглядела старше, чем в 11 лет, то есть не ребенок эта девушка. Ну, тем не менее, по мозгам-то похоже, ну, ребенок, мы же с вами говорим, что все-таки для закона. И тут нужно, вот, мне кажется, выяснить все-таки, кто девочку растлил, и, конечно же, наказать виновных. Если это сделали родители, ну, может быть, они специально не растлевали, может быть, они просто не следили надлежащим образом, с кем общается девочка, где она получает этот опыт, где... Да в интернете, господи, в телефоне. Тогда почему? Они тоже должны ответственны за то, что девочка смотрит, потребляет. Подожди, мы разберемся. Девочка интересуется сексом нормально. Ну, может быть, чуть рано, может быть, но нормально. Ну, вопросами, да, сексуального характера мы все. Она начинает, хотя, ну, в 11 уже, да, уже откуда дети-то появляются. Так и в 5 лет дети задают вопросы, но это не... Она в телефоне находит порно, она видит, как это бывает, и она это воплощает в реальной жизни. Ну, вот там есть, она понимает, что это возможно, она взяла и воплотила. Ну, конечно, тут можно сказать нифига себе, потому что не каждая... Запросит. ...очень опытная взрослая женщина позовет там пятерых мужчин к себе в гости. Ну, это опасно, во-первых. Во-вторых, это, ну, тоже, да, определенные отклонения. Ну, еще отдельный вопрос. Чего они снимали-то все? Чего они все снимают? Нет, то, что они снимали, так к ним вопросов вообще нет. Дети сейчас все снимают, но вы понимаете, какая гордость у мальчишек. Они же, ну, глупые, они же не понимали, что они совершают, по сути дела, ну, преступления, да. Ну, у мальчишек это мог быть первый раз в 14 лет. И, конечно, кто ж мне поверит, если я скажу, да, вот они снимали, видимо. Тут может быть, это психологически можно объяснить. Вопрос. Как девочка, она все на это наткнулась без педофилии со стороны родителей, вполне могла обойтись. Но родители должны нести ответственность за это? Да, конечно, я вот к этому и веду. Значит, должны быть установлены программы родительского контроля, и родители должны оградить ребенка. Это они и отвечают за его воспитание, в том числе, значит, по всем вопросам. Только родители несут ответственность. И они не должны исключить, чтобы ребенок подвергался, значит, вот атаке, скажем так, тех информационных, да, средств, которые ему по возрасту не положено. У нас закон есть, да, о том, чтобы защитить детей от такой вредной информации. Это однозначно вредная информация, она разрушает психику, а когда она не по возрасту. То есть все нужно узнавать тогда, когда человек психологически готов к этому. И вот тут я скажу о том, что у нас в школах нет уроков полового воспитания. Нету. А должны быть, потому что если бы они были, тогда бы, ну, эти дети, они, по крайней мере, понимали, что тут, что за фигня тут происходит, потому что, мне кажется, что никто не до конца понимал. Ну, Евгений, я с вами поспорю, ну, у нас с вами получается, как бы, да, такое мужское и женское мнение, мамина и папина. Значит, смотрите, мы разговариваем с родителями, у нас есть даже такая лекция, я ее лично провожу, читаю, как говорить с ребенком про это, о личных границах и безопасности. И родители тоже, ну, не знают вообще, как подступиться к этой теме, когда ребенок спрашивает, и он идет и узнает это все, знаете, в интернете, за гаражами, у друзей и так далее. Пускай специальные люди в школе рассказывают. Вот, но, смотрите, все дети разного уровня готовности. Есть ребенок, который и в 18 лет, хотя вот до 18 лет я в куклы играла, мне, не знаю, или стыдно уже так говорить. Ну, что я не объясню, что, ребят, вот есть секс, вот проникновение, вот это можно, это нельзя. Ну, не все дети готовы, для некоторых может быть шоком эта информация, поэтому только семья, только родители. Почему? Ну, переживут. Только родители. Ну, дети уже знают, как это происходит в определенном возрасте. Значит, я считаю, только родитель, только семья имеет право решать, в каком возрасте, какими словами своему ребенку объяснить, ну, скажем так, вопросы полового воспитания, даже не сексуального, полового. Это шире как раз-то, да, секс это немножко уже, именно полового. И это не ограничивается только, как вы сказали, проникновениями и, так сказать, предварительными ласками и так далее, и формами. А это еще и вопрос о том, об ответственности мужчины и женщины за то, что они делают в этот момент, о том, о последствиях, какие могут быть, о том, какие роли гендерные. Я не говорю. Вот, но это половое воспитание, это не сексуальное, но шире. И еще раз говорю, да, возможно, вопросы ответственности правовые должны освещаться в школе, но именно конкретно вот вопросы сексуального просвещения, ну, категорически и я против. Давай продолжим этот спор в другом месте, я уже придумал все. Спасибо большое. Людмила Золотницкая, председатель областного родительского комитета, была в итогах недели на Комсомольской правде. Сразу после рекламы все расскажем про Масленицу. Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио Комсомольская правда. И давайте уже про что-то хорошее, про Масленицу. Илья Марков, начальник управления культуры администрации города Екатеринбург у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Масленица, широкая Масленица, гуляние. Ну, во-первых, где это будет происходить в Екатеринбурге? Я посмотрел программу, это будет, мне кажется, просто везде. Да, действительно, ну, начнем, наверное, с небольших локаций и по нарастающей перейдем к главному нашему парку. Действительно, в ряде учреждений культуры, это и Центр культуры Урал, это и Центр культуры Эльмаш, это и отдаленные наши территории, поселок Садовый, Горный щит, Центр культуры Совхозный. То есть, практически все наши дома культуры готовят специальную программу, которая будет, конечно, в первую очередь на улице приближать весну, но и также какие-то мероприятия будут и внутри наших учреждений 17 марта. Именно 17 марта. Потому что не только в ваших учреждениях, просто по городу это начинается, по всему, по сегодня даже, по-моему, да, и в субботу тоже будет. Да, да, да. Так вот, где что будет? Ну, основные локации, о которых хотелось бы рассказать, это, конечно, локации, за которые отвечает наша команда парка Маяковского. В этом году, кроме уже традиционных двух, это Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского и Летний парк Уралмаша, мы решили попробовать освоить новую территорию Основинского парка. Давайте с нее начнем. Там тоже будет масленичное гуляние. В таком пока, ну, экспериментальном формате будет фудкорт, будет серия мастер-классов, но пока без каких-то больших артистов, без больших концертных площадок. Так что, милости просим, жители Кировского района и ближайших микрорайонов. Это такой первый заход в Основинский парк, насколько я понимаю. Потому что я не слышал про мероприятие там, он не освоен в этом отношении. Да, да, он в этом отношении не освоен. Там есть несколько входов, там очень хорошее сделано уже благоустройство, и мы сейчас вот так обсудили с руководством города в том числе, что попробуем туда культурную функцию. Ну, вы молодцы, и Зубакин молодец большой. Следующая площадка, которая уже во второй раз, у нее даже есть отдельное название «Урал-Масленица». Это летний парк «Урал-Маша». За который отвечает как раз Зубакин и его команда из парка Маяковского. Да, команда парка Маяковского. На этой сцене уже будет все по-серьезски. Сожжение чучела, концертная программа, ансамбль «Изумруд», ансамбль «Танца радость», парни с обложки. Ну, Руслан Манин, известнейший тоже музыкант. Я уточню, где можно посмотреть программу, чтобы сейчас не говорить во сколько что? Посмотреть программу можно самое простое на сайте e-c-p-k-i-o.rf. Это сайт парка Маяковского. Также ищем телеграм-канал. В общем-то, сразу вываливается программа. Здесь очень подробно все написано, какие мастер-классы, во сколько. Но, наверное, стоит сказать, что на «Урал-Маше» чучело будет сожжено в 16.30. Мы так немножко шутим. Светло еще в 16.30. Мы так немножко шутим, что весна начнет переходить с «Урал-Маша» и постепенно пойдет в сторону парка Маяковского. Что так рано? Светло же. Не зрелищно. Ну, решили вот так, потому что есть определенные технологические нюансы. Команда должна успеть переехать потом в парк Маяковского, поэтому там будет в 16.30 на «Урал-Маше». Что будет на главной площадке городской, Масленичной, в парке Маяковского? На главной площадке будут плюс-минус такие же артисты, которых я уже перечислял. Они будут дефилировать между двумя этими площадками основными. Не дефилировать, а бегать, видимо, быстро. Но самое главное, что перед сожжением, сожжение будет в 18.30 в Центральном парке, а перед сожжением группа Оттава Йо, если вы еще не знакомы с творчеством этого коллектива, вообще просто самые наилучшие рекомендации обязательно. Вам обязательно. Я думаю, что это всем понравится, если кто-то не знает. Я с ними знаком, они были у меня в эфире, таковы очень большие молодцы, но это реально крутая группа. Реально крутая группа, которая как раз перезагрузила вот такой фольклор, в хорошем смысле этого слова. Знаете, почему? Вот у них народная основа, поэтому заходит всем. Она же у нас где-то внутри вот эта плюс-идит, вот эта ритмика и мелодика. Конечно, классный состав. Ну, при всем при том, это очень профессиональные музыканты, то есть это высокого уровня искусства. Конечно, нельзя не сказать о фудкортах. Везде можно будет наесться блинами на всех трех площадках. И в Основинском, и на Уралмаше, и в парке Маяковского. Блины самые разные. Усиливается фудкорт. То есть там будет больше точек, чем обычно. Не только на вкусной улице, но и по всему парку рассредоточено, чтобы не создавать сильно много толпы. Еще не сказал про классных ребят, которые называются фолк-толк. Это больше такая простительская история. Они будут рассказывать вообще о традиции, что это такое масленица, что было принято делать. Ну и дальше разные забавы для взрослых и мешки. Для тех, кто ищет... Мешки и бег в мешках. Бег в мешках. Для тех, кто ищет вторую половину, можно валенками побросать куда-нибудь, чтобы пришло поскорее семейное счастье в год семьи. А вот это вот масляный столб, по которому залезть? Столб обязательно. Традиционные забавы, конечно, будут сезать, но они будут на основной площадке. В карнавале будет чемпионат по поеданию блинов. На ваших площадках будет что-нибудь? Ну как, есть такой жанр? Чемпионат по поеданию блинов. Кто больше съест в единицу времени? Честно говоря, вот листаю сайт и не вижу, что прямо чемпионат. То есть вижу, что просто будет... Можно попробовать с разными начинками блины. В музеях городских тоже будут какие-то представления, я знаю. Ну да, традиционно в наших площадках, прежде всего, конечно, это музей истории города Екатеринбурга и второе здание нашего музея, музейный комплекс на Ленина, 52. Кроме того, работает традиционная программа. И раз уж мы не только все-таки про блины, про гуляние, но и про культурную программу, немножко поговорим. Призываю всех успеть посетить наши все выставки основные, потому что они заканчиваются. Эрмитажная выставка работает последние 12 дней, если меня не изменяет память, которая про Екатерину I. Заканчивается выставка в музее наивного искусства. Также очень классная выставка. Ну и если кто-то еще не слышал и не знает, на Воеводина 5 целая серия новых экспозиций открылась, в том числе графика Владимира Зуева и в том числе Пермское посольство, которое мы открыли в конце прошлого года. Напомню, что Пермская художественная галерея встает на реконструкцию, поэтому лучшие шедевры из Пермской художественной галереи, они гостят у нас сегодня на Воеводина 5, ну и в течение ближайших месяцев. Так что выходные традиционно обещают быть очень насыщенными. Ну и не забывайте о том, что выйдут выборы президента. Я еще раз напоминаю про викторину опорный край, в которой можно принять участие, проголосовав или не проголосовав, на самом деле это не связанные вещи. Но там просто почему говорю, потому что много призов. Нет, слушайте, давайте вы не будете туда ходить, потому что тем, кто... Ну, соответственно, да, вот ты понял, да? Соответственно, шансы у тех, кто пойдет, повышаются автоматически. Не ходите на викторину опорный край, пожалуйста. Но, тем не менее, хороших выходных, насколько это возможно. С Евгением Йениным. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.